и первое задание из 10 уровня нужно проехать time trial показать время 1 минуту 25 секунд на трассе на трассе из огни фьорд рейсуэй вариант 2 на гиперкаре макларен и 1 вот попытаюсь это сделать в прямом эфире конечно задача не из легких прямом эфире выполнить challenger значит нам на испытания тест-драйв предлагает гиперкар из великобритании фирма макларен выпустила значит начиная 2009 году начали разрабатывать в 13 году они его уже начали производить всего таких машин было выпущено 375 штук стоимость каждой такой единицы 1 миллион 200 тысяч евро несмотря на такую цену все были разобраны по предзаказам и вот они в течение начиная 2013 2015 году последнюю машину выпустили мотор у них собственного производства тоже вторая модель которая они выпускают 713 лошадиных сил плюс гибридная установка 176 лошадиных сил и того как видите 903 лошадиные силы масса машины там только двухместный монокок 1490 лошадиных сил 978 нанометров там как был мотор встроен электродвигатель получается это в реальной жизни не совсем керс это маленько другая система но тоже на электричестве конечно основанная но она в принципе чтоб повысить мощность мотора была разработана маленько другие задачи у неё и преимущественность двигателя на низких и высоких оборотах др с у меня еще есть др с но это она при это когда напрямую идет машина чтобы уменьшить сопротивление воздуха вот убирается заднее крыло и там меня в открылке внутри еще машина есть который тоже значит угол атаки у них уменьшается до нуля градусов она еще и убирается заднее крыло вообще это уже на машине GTR там просто до нуля здесь полностью убирается вот такие две системы которых формула 1 тоже присутствует в принципе это первый гиперкар такого класса который был значит вот систему этой рекуперации но не сказать что вот на этой машины чисто репрекурация стоит дело в том что она это розетки и заряжается там или значит можно мотор как генератор бензиновый использовать который в 8 по 8 с двойным турбонаддувом собственно не как конструкторская бюро макларен там пять человек всего работает еще что у него значит подвеска такая что когда на поворотах она поднимается а когда значит напрямую она на 5 сантиметров ниже становится что-то похоже на погане у эру там тоже также система работает тоже там сзади и спереди работают эти закрылки с чем отличается от керса у неё система тем что у керса там 81 лошадиная сила и работает он только в определенных местах на прямых там а здесь же на самом этом электродвигатель можно 160 километров со скоростью 160 километров чуть ли не 20 километров проехать то есть это вообще можно использовать в принципе даже не использую бензиновый двигатель ездить на подзарядился как электромобиль и катайся себе спокойненько если у тебя пробег не более 10 километров но при понятно что все эти системы которые там и начать у него даже система это внутреннее заднее колесо используется когда повороте идет внутри которые колесо на кого притормаживают и машина лучше повар общность имеет несмотря на то что они вообще-то среднемоторная машина двигатель расположен за водительским креслом тут двухместная она и получается что среднемоторная машина у них как раз они сделаны для того чтобы лучше поворота проходить по сравнению с обычной классической компоновкой когда у них впереди мотор расположен тоже задний привод по машине это все так трасса у нас тут это я вот такой дизайн придумал этой машины мне в принципе понравилось белый с коричневым подходит под эту машину мне так присмотрелась так вот такая окраска значит так все за руль значит садимся так еще вот хотел сначала убрать это помощь торможениями там есть можно ли это на трассе сделать не знаю в большом счету можно даже от руля вначале проехать я от руля конечно сложного вот пластический маклара машина топлет оооооо я тут вообще-то в принципе не собираюсь так сразу за один раз вкупом не все задачи в принципе я хотел чтобы убрать вообще тормоза посмотреть я думаю ну так я думаю что это второй вариант здесь значит это как раз внутри то конечно тяжеловато будет и топ поставить вот так вот думаю вот смотри я три секунды уже проигрываю другу а он как раз ехал за эту морейборду я парочку прыжков так проеду я в принципе еду сейчас для того чтобы не выйти с трассой познакомиться с ней вот здесь вот такие есть кочечки чувствуются но у меня в принципе джосик стоит на зененьком поэтому не сильно так уж это отдается можно на большую поставить но там трястись но я чувствую все эти кочечки они как бы вот эти вот профилерный поворот но я в принципе не думал что такие большие проблемы он будет он усочивает машина там у него много электроники и всякие различия так у него вот стоит кирска в прямую да вот тут можно его использовать вот он пошел летит фидерс еще можно лубить а4 25 да забросила меня там ну в принципе он будет вот этом вот я неплохо где-то шел да вот теперь тут шел да вот это еще широковато, но она широковато, зато за уйдет не следует поворотик вот тут все эти кочки, кочки, кочки тут широко угол не уйти но пока все в зеленке в зеленой зоне тут заранее главное не ошибиться, куда выходишь так, вперед разгоняемся рекорд, нам нужен рекорд, рекорд, рекорд кейс, наконец-то мы его побили не знаю это слово, прицепилось что-то ко мне и все ну что ж наконец в этот раз а на последнем участке маленько проиграл ну вот второй участок мне дал хорошо я там в поворотике пролетел конечно другу я своему проиграл фрайер 07 я тут сделал но я прям таки тоже тут выложился прилично так цель прошла следующий раз одна из сложнейших трасс в Канаде надо с синглэр пасс там и вверх и вниз и повороты профильные большинство и даже несколько шикан там есть